Здравствуйте! Меня зовут Тону Яна Васильевна, учитель истории гражданского воспитания из теоретического лицея, академика Константина Сибирского. Сегодня мы с вами поговорим о путях преодоления тревоги и стресса, рассмотрим учреждения для психологической и медицинской помощи подросткам. По ходу урока мы с вами рассмотрим, что такое стресс и тревога, причины и пути преодоления стресса и тревоги. Мы рассмотрим с вами такие учреждения по первой медицинской и психологической помощи, как юз клиник и молодежные центры. Каким бы ни был стресс, хорошим или плохим, эмоциональным или физическим, он проходит всегда в три стадии. Первое, он начинается в виде первичной тревоги, сменяется периодом сопротивления и заканчивается истощением. Что же такое стресс? Стресс – это реакция организма на новые обстоятельства, которым организм еще не успел приспособиться и выработать подходящую программу реагирования. Что может послужить причинами стресса? Новые события неожиданные, эмоциональное потрясение, разочарование или неудачи. Тревога – это эмоциональное состояние человека, которое возникает в неопределенной ситуации. В отличие от страха, тревога очень часто беспредметна. Тревога связана с ожиданием неудач в социальном обществе. Причинами стресса и тревоги в подростковом возрасте могут быть как серьезные причины, так и какие-то незначительные обиды или пустяки. Самыми распространенными причинами стресса и тревоги являются отвергающие отношения со стороны одноклассника, боязнь получить низкую оценку, отсутствие нормальных взаимоотношений с родителями и учителями, проблемы в семье, личные проблемы, такие как, например, неразделенная любовь. Какие могут быть пути преодоления тревоги? Первым шагом может быть рассказать о своих проблемах родным, друзьям. Характеристикой стресса является то, что независимо от обстоятельств, жара это или страх, организм человека будет реагировать одинаково выбросом гормонов стресса. Я вам предлагаю самые распространенные пути преодоления стресса. Во-первых, вы можете поделиться своей проблемой, рассказать о ней родителям, друзьям, близким. Вы можете рассказать также о своих проблемах школьному психологу, классному руководителю или просто учителю, которому доверяете. Вторым советом может быть обращение к специалистам из неправительственных организаций, которые работают с подростками. Также вы можете отличиться от проблемы, заняться спортом, порисовать, вышивать. Вы можете пересмотреть свой рацион, свою диету, разнообразить рацион, добавив туда овощи, фрукты, возможно, есть больше шоколада и орехов. Если ваши отношения с родителями довольно натянутые, вы можете обратиться в учреждения по психологической и медицинской помощи для подростков. Одним из таких учреждений является Юз Клиник. Это национальная сеть центров здоровья, дружелюбных к молодежи. Целью данной организации является оказание специальной поддержки для молодежи, предотвращение определенных проблем и ситуаций, нахождение конкретных решений, проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются подростки в Республике Молдова. Двери Юз Клиник открыты для каждого, независимо от среды, в которой он обитает, от национальности или языка, на котором он общается. На слайде вы можете увидеть контакты, по которым можно связаться с Юз Клиник. Молодежные центры представляют собой зону, адаптированную под нужды подростков и молодежи. Тут можно найти психолога, узнать информацию об услугах для молодежи, провести время с пользой, воспользоваться любыми информационными ресурсами. Важно, что в любом центре вам окажут помощь, если вы оказались в сложной ситуации. Информацию о том, как связаться с молодежными центрами, вы можете увидеть на слайде. На данном слайде вы можете ознакомиться с актуальной информацией для молодежи. Здесь вы видите сайты, на которых вы можете найти новости в области культуры и спорта. На сайте DSMD вы найдете информацию в области образования, мероприятий о спорте и культуре в Республике Молдова. На сайтах USMD и CHINETIME.MD вы можете ознакомиться с новостями в области востребованных профессий, ознакомиться со свежими новостями в области культуры и спорта, а также можете найти интеллектуальные игры в области прав человека. На сайте MELMD вы можете найти информацию о подростковом буллинге, ознакомиться с советами по подготовке к экзаменам, просмотреть список книг и фильмов, которыми можно заняться на досуге. А сейчас я вам предлагаю провести упражнение на релаксацию, которое поможет вам избавиться от тревоги и стресса. Примите удобное положение на стуле или на диване. Закройте глаза и представьте свой любимый цвет, а потом огромный шар этого цвета в своем воображении. Медленно и глубоко вдохните через нос, надувая животом большой шар твоего любимого цвета. Раскинь руки в стороны и над головой, представляя, как этот шар растет внутри живота. Когда шар полностью заполнен воздухом, задержи дыхание. Затем выдохни весь воздух и почувствуй, как сдувается твой шар, и вместе с ним уходит тревога и стресс. Это упражнение вы можете проделать тогда, когда вас мучает тревога или стресс. Если оно вам сейчас помогло, значит в будущем обязательно поможет. Для того, чтобы закрепить тему нашего урока, я вам предлагаю дома выполнить следующие два задания. Первое. Напишите список из пяти пунктов того, что вызывает в вас тревогу. А напротив напишите то, что помогает вам бороться с этой тревогой. Второе задание. Создайте онлайн-опрос из пяти вопросов, при помощи которого вы узнаете, как ваши друзья борются со стрессом и тревогой. Спасибо за урок. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»